Обновление 8.10 принесло несколько важных и разноплановых изменений. Появились японские танки, изменилась графическая часть, а также механика взаимодействия снарядов с некоторыми видами объектов. Подробнее об этом и многом другом вы узнаете из нашего обзора. В World of Tanks появилась техника Японии. Это государство имело развитую и самобытную школу танкостроения. Поэтому и машины в игре получились оригинальными. Введена полноценная ветка средних танков. Она начинается с Рено Оцу. Это японский вариант дедушки мирового танкостроения Рено ФТ-17. Отличительная черта машины — броня. Самая толстая не только по сравнению с братьями из французской, китайской и советской ветки, но и вообще на первом уровне. К тому же у орудия Рено Оцу высокий для своего уровня разовый урон. На втором уровне в дереве развития две машины. Главное достоинство Type 95 Ha-Go — орудие. У него самый большой средний урон среди всех лёгких танков второго уровня. Но большой разброс. При таком сочетании параметров игра на Type 95 Ha-Go может подарить массу острых ощущений. Если вы не любитель такого экстрима, тогда стоит попробовать Чи Ни. Эта машина с более сбалансированными характеристиками, без явных достоинств, но и без явных недостатков. На третьем и четвёртом уровне расположились обычные машины, схожие по характеристикам с машинами этого же класса. Танк пятого уровня, Type 3 Чи Ну, имеет одно из лучших орудий среди одноклассников, если говорить о бронепробиваемости. Следующая машина — Type 4 Чи То. Она обладает большим запасом прочности, а вот средний урон у орудия небольшой. Но и это отлично компенсируется за счёт скорострельности. В большинстве дойлей на один выстрел соперника чей-то танк успевает ответить двумя. На седьмом уровне расположился Type 5 Чи Ри. По большинству показателей танк никак не выделяется. Бронирование, скорость, бронепробиваемость, урон — всё среднее. Но! Орудие этой машины имеет кассетное заряжание. Интервала между выстрелами почти нет, а полная перезарядка идёт очень быстро. У СТА-1 похожая история. Бронирование слабое, динамические характеристики на уровне одноклассников. Но великолепное орудие, благодаря которому у машины самый высокий показатель урона в минуту среди всех средних танков восьмого уровня. Кстати, хорошая бронепробиваемость и отличные углы вертикальной наводки идут в комплекте. Стоит заметить, что эти черты характерны для всех японских танков высокого уровня. Предтоповую позицию занимает средний танк Type 61. Бронирование у него очень слабое, а орудие похоже на то, что стоит на немецком «Леопард» прототипа. Средний урон такой же, бронепробиваемость чуть ниже, а скорострельность чуть выше. В итоге японец наносит больше урона в минуту. По этому показателю он второй среди одноклассников. Для своего уровня машина получилась вертка с хорошими углами наводки орудия и обзором. Венчает новую ветку СТБ-1. Танк и внешне, и по характеристикам похож на «Леопарда». У японской машины немного лучше броня, но из-за этого ниже динамика. А вот по урону орудия одинаковые. Бронепробиваемость и точность выше у немца. Зато СТБ-1 превосходит его по скорострельности и урону в минуту. Ну и, конечно, у японского танка в наличии фирменный для этой нации хороший угол склонения орудия. Япония, имевшая столь развитое танкостроение в середине 20 века, единственная держава, чья техника не была представлена отдельной веткой World of Tanks. Теперь этот пробел закрыт. Конечно, машины получились непохожими на остальные. Но это отражение реального положения дел. Их конструкторы во многих вопросах шли своим путём. Подробнее об истории японского танкостроения вы можете узнать из нашего видео «Хоризонтема на броне». Кроме японских танков, в обновлении 8.10 были введены две советские машины. Средний танк девятого уровня — Объект 430, вариант 2, который является продолжением Объекта 416. Его башня также расположена в задней части корпуса и вращается всего на 180 градусов. В ней установлено 100-мм орудие Д-54. Такое же, как на Т-54. Танк подвижный и при этом хорошо бронирован. На 10 уровне появился Объект 430. На нём стоит то же орудие, что и на других советских СТ-10. Но за счёт продолжительной перезарядки урон в минуту у него меньше. Это компенсируется лучшим бронированием и хорошей скоростью. За счёт своей брони танк будет прощать хозяину больше, чем другие советские танки десятого уровня. Благодаря этому можно позволить себе манеру игры, близкую к Т-54. Обновление 8.10 принесло новую карту — Скрытая деревня. Это локация в японском стиле, имеющая три основных направления. Деревня. В ней множество разрушаемых домиков. Большое открытое ущелье. Здесь хорошо вести позиционный бой, а за камнями укрываться от артиллерии. Центральная равнина — открытая местность, которая позволяет быстро прорваться к вражеской базе. Карта получилась очень красивой и атмосферной. В деревне множество мелких деталей окружения и растительности, а на водной глади великолепно отражается местный пейзаж. Кроме новой карты были доработаны пять уже знакомых — Карелия, Рудники, Эль-Халуф, Аэродром и Степи. В основном это балансные правки, связанные с доработкой мест столкновений танков. В графической части было сделано много доработок. Изменена модель освещения. На всех картах перенастроена яркость, цветность, контрастность, правильно расположены источники освещения. Полностью переработан туман. Добавлены движущиеся тени от облаков. В графические настройки добавлена возможность выбора из нескольких полноэкранных фильтров с разными настройками цветности, яркости и контрастности. Добавлены эффекты лучей и линзы при взгляде на солнце. Добавлен Motion Blur — эффект размытия заднего плана при движении камеры. После обновления при первом заходе в игру будет произведено автоматическое определение настроек графики. Более подробно о нововведениях и о развитии графической части в целом вы можете узнать из нашего специального видео «Эволюция графики World of Tanks». Теперь мелкие объекты, такие как заборы, машины, столбики и тому подобное, простреливаются снарядами, а соответственно становятся непригодными в качестве надёжного укрытия на один выстрел. Исправлено отображение контура противника при прицеливании рядом с уничтоженным танком. Обновление 8.10 вышло в канун Нового года. В игре пройдёт невероятное количество праздничных акций. Самое главное — уже стартовало. Выполните эту боевую задачу и получите премиум танк 8 уровня ИС-6 или его полную стоимость в золоте. Подробности смотрите в нашем видео. На этом мы заканчиваем обзор и прощаемся до следующего обновления. Удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok